мешает реклама жми на крестик верхнем правом углу в верховьях нила в реке живет рыбка особенная я не помню у нее какое-то навороченное имя название но она интересна тем что у нее такой очень своеобразный способ размножения самец когда подходит брачный период на дне на на песке не делает ямку углубление такое из песка хвостом и потом находит себе девушку самочку и туда ее в этот в это углубление постепенно постепенно каким-то образом он ее туда сподвигает ну как-то увлекает чем-то заинтересовывает не знаю уж как там все это происходит но смысл такой что они уединяются в этой ямке и там у них любовь секс другими словами выражаясь современным языком и потом эта самочка жена его значит готовится стать матерью и вот она уходит наполняется становится более полный а он ее пасет он следит за ней поддерживает ее помогает и в тот момент когда она в зарослях каких-то там травинок там камышей или не знаю чего начинает метать икру он тут как тут ни одна икринка не пропадает он их все в рот причем он их не ест а он их собирает в рот полный рот и самка ку-ку до свидания а папаша обитатель нила верховьев нила стоит тростнике не ест не пьет вынашивает из икринок потомство и вот наступает наконец долгожданный день худеет он страшное дело как весь опал весь такой несчастный потрепанный побитый щеки впали но зато полный рот икринок которые постепенно превращается в мальков и иногда когда еще мальки не полностью одни уже мальки другие еще икринки он открывает рот и мальки выходят на свободу и осваивают пространство водное случае опасности они опять к нему в рот но когда-то наступает момент дней десять уходит на это насколько я помню наступает момент и мальки он открывает рот и они как горох из разорвавшегося мешка в рассыпную и у каждого своя судьба и начинается процесс повторным жизнь продолжается и опять эти кто мужики значит вынашивают детей кто самочки от металли икру и до свидания вот такая вот рыбка существует в верховьях нила интересно у нее есть какое-то название какое не помню зачем это рассказывать когда-то в гербалайф когда я работал в компании гербалайф я проводил известный всем тренинг о том был у нас там мероприятие на природе и там я значит организовал это дело что сообщение которое транслируется через посредников настолько трансформируется меняется что через два три четыре пять человек узнать его практически невозможно и вот на глазах у изумленной публики дистрибьюторской я отобрал там пять человек удалил четверых и первому прочитал вот этот вот текст из книжки у дочери взял книжку маленькой дочки тогда еще и значит нашел ту историю и прочитала не замасла то я совершенно простая история о рыбке который живет в верховьях нила имя и такое-то и она вот так вот плодоносит значит потомство выдает папаша вынашивает и клинки ворту все но казалось бы что проще обхохоталась вся наша аудитория до боли в животе по мере того как один за другим на глазах у всех вот он выходит ему рассказали эту историю он передает и следующему и все видят что он добавляет чего он упускает что он добавляет и как меняется содержание текста насколько это меня последняя девушка вышла и сказала много судя потому что мне сейчас рассказал вот этот человек он был четвертый на пятое то я поняла так если почему-то в теплоцентраль попадает рыба то дети у них бывают только тогда когда приходит самец все больше ничего не поняла значит вот верховья нила рыбка с таким удивительным способом размножения куда-то все это делалось получилось какая-то теплоцентраль кто такая теплоцентраль полностью исчез весь смысл ну вы знаете что это потому что люди слушают и не слышат люди слышат так хотят слышать люди слышат и и выдают не то люди думают что они поняли это а воспринимает совершенно другое короче говоря много платят денег тем кто работает с людьми но надо проявлять терпение надо знать и понимать что такова такова наша судьба том же гербалайфе там есть продукты питания и продукты питания для похудения но вы представляете какая сложная проблема похудеть да и вообще для здоровья там разные программы их много там зависимости от такого состояния здоровья такого столько килограммов набрать сбросить то все самая простая программа сделать коктейль и выпить чай чай такой энергетический очень энергоемкий такой мощный чай от него худеют быстро теряет объемы а на питание это коктейль такой белковый вкусный питательный коктейль вот я рассказываю я говорю ребята чтобы попроще все было запомнить то так вот коктейль он делается так столовая ложка на стакан молока или воды взбивается и он должен быть вкусный такой питательный насыщенный густой такой коктейль он очень вкусный это первый признак того что правильно приготовленный коктейль а чай термоджетикс он делается так его чтобы пить целый день надо на двухлитровую бутылку развести чайную ложечку и он будет такой светло кори светло коричневого цвета и вот его попивать перемежая его значит с водой и тогда ты будешь быстро худеть и чувствуешь себя хорошо тысячу раз тысячу раз повторена эта информация там есть другие программы но главное коктейль делается так на стакан воды или молока ложка столовая с горкой такая густой такой вкусный как-то приезжает на школу дистрибьютор таня такая помню худенькая такая не дали григорьевич не буду заниматься вашим бизнесом все обман все обман вещи нас обманывают почему нас всегда обманывают вот что нас обманывают что такое нет вот вы нас опять обманули мы будем жаловаться в организацию обедненных наций чтобы вас привлекли к ответственности и чтобы вас на гаакском суде значит распнули в трибунале потому что вы обираете людей вывод значит вот то есть все ты скажи в чем дело вот я вот еду из балаклавы в севастополь значит выпила ваш коктейль поганый невкусный совершенно чай этот башка болит значит худею как дура мне не надо худеть ноги в этих ботинках хлябают еду в маршрутке чувствую как худею на глазах не хочу не буду не надо мне не надо не хочу я так все обман подожди а что такое коктейль ваш вонючий невкусный чай страшный не хочу я подожди давай разберемся что ты пила я выпила как вы сказали чай и коктейль верну и что ну как все как мне вот спонсор сказал я же спонсора сказал да а спонсор родственники саша такой и как же ты пила ну как сказали значит коктейль на 2 литра воды ложку порошка коктейля получилось чуть-чуть мутная жидкость мерзкая отвратительная и на стакан чая ложку столовую ложку этого порошка и во-первых его не хватит во вторых он как чефир служите так нельзя так нельзя зачем вы это обманываете людей верю а может быть посмотрим в тетради у тебя что-нибудь записано да чё записано вы как сказали так и сделала но на всякий случай в организации объединенных наций жалобу надо на меня было написать что ты скажешь если делают люди все наоборот ты им говоришь они делать наоборот и если вы работаете с людьми и вам никто не высказал подобных претензий значит вы не работали ни с кем если вы не наткнулись на такое отношение если вы не увидели что к вам вот такие вот претензии предумать значит вы не работали значит вы не имеете дела с людьми значит вы бездельник или новичок, у вас не было контактов и вы не можете претендовать на успех. У вас будет успех, когда вы много раз услышите подобные вещи, когда вам будут говорить, мы уведем всех людей, мы напишем в Организацию Объединенных Наций, мы закроем эту компанию, мы превратим в руины ваш бизнес, разойдемся все, разбредемся, значит вы обеднеете, Олег Григорьевич, только потому, что вы не говорите нам, вот как правильно сделать коктейль, или как разбавить чай, или сделать что-нибудь еще подобное, я говорю, подожди, так я же говорил, не знаем ничего, не знаем, имейте в виду, такие люди, они не виноваты, мы сами такие, надо проявить терпение, надо с уважением отнестись к ним, мы слушаем и не слышим, смотрим и не видим, такова Селяви. Для того, чтобы стать успешным и богатым, потребуется терпение, любовь и сострадание к людям. Вот здесь где-то девушка по имени Лаки написала о том, что сказала мать Тореза, очень правильные слова, я дословно не помню, но там говорится о том, что когда вы будете людям делать добро, они обвинят вас в том, что вы хотите навариться на них, когда вы будете делать людям то, они вас все равно обвинят, вы скажете это, они вас все равно обвинят, но вы продолжайте, потому что вы делаете не для них больше, а для себя и для Бога, вы все равно продолжаете служить людям. Главная наша задача, главная наша обязанность, главное за что нам платят, служить людям. Для каждого мы должны быть опорой, надеждой и помощником И тогда нам заплатят деньги Кто чего-то не понимает, пусть обращается по деловому Старайтесь найти с ними взаимопонимание, хороший контакт Бисер метать перед всеми подряд нет смысла Но в то же время с пониманием нужно относиться к людям Я желаю вам удачи, всего вам доброго